Пометить свою будущую профессию, лично даже познакомиться и выбрать ее, отучиться на нее. А мы очень ждем вас, очень ждем, чтобы вы вернулись в наш город, имея уже профессию и зная, куда вы пойдете работать. В добрый путь! Основная цель Всероссийской ярмарки трудоустройства «Професс» – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры. На ярмарке наряду с вакансиями были представлены все возможности современной службы занятости. Сегодня стартует первый этап Всероссийской ярмарки вакансий «Время возможностей». Наша ярмарка вакансий будет работать на нескольких площадках. Первая и самая большая площадка, где мы с вами сейчас находимся, это ярмарка вакансий и учебных мест. Здесь находятся более 20 работодателей города. Это «Газпром», «Салават Стекло», «Городская больница» и другие организации города. Работодателями заявлено более 2000 вакансий. Также в этом зале представлены учебные заведения среднеспециального образования и высшие учебные заведения как нашего города, так и близлежащих городов. Участие в данном мероприятии приняли представители Центра занятости населения нашего города, образовательные организации высшего и среднего специального образования, студенты и выпускники. «Да, действительно, мероприятие очень важное. Я бы не ограничилась кругом организаторов. Это не только администрация и Центр занятости. Это, прежде всего, правительство Республики Башкортостан. Именно под его патронатом были организованы ряд оргкомитетов. И сегодня вот такие мероприятия проходят и на территории всей Республики Башкортостан. И вообще данная ярмарка вакансий профессии имеет всероссийский масштаб. Это действительно очень важное мероприятие, которое помогает молодым людям определиться в своей будущей профессии. Если мы сейчас пройдемся по площадкам, мы увидим здесь и психологическое тестирование, и профориентационную подготовку, и выставки, на которых шесть колледжей, которые территориально присутствуют на территории города Салават, и филиал Уфимского государственного нефтяного университета, рассказывают о том, какие профессии они могут предоставить нашему будущему поколению». Также были представлены площадки регионального тестирования, где можно было пройти бесплатное тестирование и определиться с направлением своей дальнейшей деятельности. На площадке по дополнительному профессиональному обучению, ищущие работу и безработные, могли получить консультацию о том, как можно получить бесплатное образование. Последняя площадка по бесплатному консультированию юристов по трудовому законодательству. И это еще не все. Также гостей ждали интересные мастер-классы. Например, колледж индустрии питания и сервиса провел мастер-класс по приготовлению цветов из зефира. И все это для желающих трудоустроиться граждан. Важное правило таких мероприятий – иметь при себе резюме. Второй этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня. Альбина Кашапова, Олег Долгушин, телекомпания «Салават».